друзья всем привет с вами снова из добро пожаловать на канал обзор гаджетов и мобильных устройств герой сегодняшнего обзора это телефончик от компании висма модели лайф это флагманская модель в линейке висмар и несмотря на это это очень доступный телефон на текущий момент времени его можно приобрести по цене порядка десяти тысяч рублей ну а я на распродаже взял его даже дешевле этот телефон однозначно стоит своих денег дело в том что фактически это клон горячо любимого и известного телефона от компании meizu meizu 16 xs за эти деньги мы получаем красочный супер amoled дисплей 6 2 дюйма и сам телефончик получается довольно компактный в отличие от многих телефонов которые выходят с диагональю 6 с половиной 6 и 6 дюйма и более здесь также довольно мощный даже по нынешним меркам процессор snapdragon 675 который позволяет вам играть в любые 3d игрушки на высоких разрешениях ну и несмотря на свой относительно компактный корпус и легкий вес здесь батарея на 4000 миллиампер в купе с экономичным супер amoled экраном позволяет телефончику жить от заряда очень и очень долго но прежде чем я буду восхвалять этот телефон и рассказывать о том какой он хороший давайте сразу же расскажу вам о минусах основных минусах которые может быть помешают некоторым из вас приобрести данный телефон и вы будете вынуждены отказаться от покупки ну наверное самый главный минус это то что здесь к сожалению нет возможности расширить внутреннее хранилище дело в том что sd карточку вставить не получится здесь к сожалению лоточек поддерживает только две sim карты а из дишку воткнуть нельзя до внутренней памяти 64 гига но многим этого может банально не хватить очень странно что компания в смарт не стала продавать на российском рынке эту модель со 128 гигами хранилище как она это делает на вьетнамском рынке второй значительный минус для многих из вас это отсутствие nfc но к сожалению здесь и у прародителя meizu 16xs nfc не было и у этого телефончика nfc тоже нет поэтому тем из вас кто привыкли к бесконтактным платежам к сожалению нужно будет либо отказаться от этого телефона либо же оплачивать ваши покупки карточкой или наличными ну и корпус телефона здесь как мне кажется не самая выдающаяся черта этого телефона он очень глянцевый и царапину посадить можно буквально через пять минут после того как вы достали телефон из коробки а сложность заключается в том что приобрести чехольчики или пленки для него сейчас это огромная проблема мне с большим трудом удалось найти вот этот чехол на авито и мне повезло он оставался вот буквально один иначе придется заказывать на том же алиэкспрессе и не факт что вы быстро его получите а за это время пока чехол до вас дойдет весь телефончик у вас будет уже покрыт царапинами я уже успел посадить несколько рисок хотя пользовался телефоном не так много также окантовка у нас пластиковая хотя выглядит как металл вот это вот блестящая металлизированная часть но к сожалению это пластик вот такие вот основные минусы которые я успел заметить и которые естественно могут сыграть свою роль при выборе этого телефона ну а теперь давайте все-таки поговорим о хорошем а хорошего в этом телефоне гораздо больше ну начнем с того что здесь прекраснейший экран 6 2 дюйма практически безрамочный они умудрились интегрировать камеру и датчики в эту тоненькую полосочку сверху и практически вся фронтальная панель у нас это дисплей к сожалению датчик дактилоскопический датчик отпечатка пальцев у нас интегрирован в экран это тоже для кого-то может являться минусом но к минусам я это относить не буду да он работает не так быстро как интегрированный допустим в кнопку включения или расположены на тыльной стороне но стоит его как следует обучить и он безошибочно распознает ваши пальцы хотя и не так быстро как традиционный датчик отпечатка пальцев что мне тоже нравится шикарнейший супер амолед экран я использую где-то на 50 60 процентов яркости потому что на полной яркости он реально выжигает глаза но вот вы видите даже на камеру не возможно он засвечивает и ничего не видно но зато на улице при ярком солнце выкрутив яркость вы всегда сможете увидеть все что происходит на экране также здесь шикарнейшая олеофобка палец скользит настолько гладко и четко не у многих флагманов я видел такую олеофобку причем вы можете буквально вот так вот даже пальцем провести вверх вниз и все здесь не будет оставаться никаких отпечатков пальцев ну а если вы сильно зажирнили то достаточно провести пару раз тканью по экрану и все экран у вас идеально чистый шикарнейшая олеофобка поэтому ну здесь конечно я хочу наклеить стеклышко или пленочку все-таки супер амолед экран это дорогое удовольствие если вы его разобьете или поцарапаете но тем из вас кто привык пользоваться телефоном без всякой защиты вы можете возрадоваться олеофобка здесь конечно шикарно дальше давайте поговорим еще про один жирный плюс а это производительность да здесь установлен уже не самый свежий не самый новый snapdragon 675 но тем не менее он обеспечивает достойную производительность этому телефон давайте посмотрим на тесты которые я провел тесте antutu телефончик набирает у нас почти 220 тысяч попугайчиков да это не рекордный результат естественно и многие более современные процессоры с легкостью уделают этот телефон но на минуточку это результат который показывает snapdragon 845 понимаете 845 то есть принципе это довольно таки довольно таки неплохая производительность надо сказать и ее вполне себе хватит для игрушек тест гик бенч показывает вот такие результаты у нас 513 и 1513 на одно ядро и на все восемь ядер и опять же таки это аналогичный результат с snapdragon 845 то есть действительно очень и очень круто мне понравилось как работает модуль gps на улице он поймал без проблем 33 спутника использовал 16 но по точности точность плавала все будет зависеть от застройки я находился в черте города среди домов поэтому точность она была чуть хуже чем если бы вы были на открытом пространстве там точность опускается вплоть до 4-5 метров поэтому с gps здесь никаких проблем все замечательно работает ну и я провел тест скорости работы внутреннего накопителя и по чтению здесь мы получаем 250 мегабайт в секунду а на запись 177 не самый быстрый накопитель надо сказать но тем не менее в любом случае это быстрее любой практически sd карты поэтому ну скорости хватает для повседневной работы что касается производительности в играх я естественно использовал pubg mobile как некий игровой бенчмарк я немножко поиграл и в принципе надо сказать что на высоких настройках телефон замечательно справляется ну давайте собственно говоря посмотрим чтобы не быть голословным как это было а а Продолжение следует... Как мы видим, никаких проблем. Замечательно, телефончик справился с PUBG. А еще мне очень понравилось, как PUBG смотрится на этом шикарном Super AMOLED-экране. Кристально чистая картинка, очень насыщенная, очень цветастая. Но реально одно удовольствие играть в игрушки, так же, как и смотреть фильмы. Не очень высокая громкость динамика, надо сказать, и он здесь всего лишь один. Поэтому даже если вы выставляете на максимальную громкость, ну, скажем так, хотелось бы еще чуть больше прибавить. Виброзвонок здесь довольно мощный, поэтому звонок вы, конечно, не пропустите. Но если вы любите слушать музыку громко или смотреть фильмы громко, здесь телефончик, ну, скажем так, не совсем на максимум сможет удовлетворить ваши запросы. Но мне, допустим, такой громкости хватало. Очень понравилась громкость в наушниках и качество звука в наушниках. Причем как через 3,5 мм проводные, так и блютуз-уши. Я слушал разные жанры и направления. Супер звук выдает телефон. И если вы меломан, вам действительно понравится, как звучит этот телефон. Мне очень нравится то, что здесь стандартная оболочка Android. Без всяких наворотов. Здесь голый Android 9. Это очень быстрая оболочка. Естественно, здесь никаких проблем с таким железом. Телефон все ворочает очень хорошо. И у вас не будет никаких лагов, фризов, притормаживаний и так далее. Что действительно понравилось и порадовало, это фото и видео возможности. Здесь я, ребята, действительно не покривлю душой. Это было очень круто. Телефон выдает классную картинку. На улице мы получаем очень сочные, очень насыщенные контрастные кадры. И вообще, фото возможности, мне кажется, одна из таких ключевых возможностей этого телефона. И если вы любите действительно очень яркие, сочные кадры, этот телефончик вам сможет продемонстрировать все, на что он способен. Ну и видео тут тоже мне очень понравилось. Есть 4К, который он пишет кристально чисто, шикарно, особенно на улице. Но ложка дегтя, к сожалению, нету никакой здесь стабилизации. Ни оптической, ни электронной. Поэтому снимать с рук, либо со штатива. Если вы будете идти, то все толчки и вибрации будут передаваться, естественно, на камеру. Но в любом случае, давайте посмотрим примеры снимков на улице и в помещении. И примеры видео также. Максимальное разрешение видео у нас Ultra HD, 4К. И вот такую картиночку мы получаем. Никаких подлагиваний и дерганий нету. Все пишется очень четко и хорошо. К сожалению, нету стабилизации. Поэтому, если мы пройдемся, все это будет передаваться, естественно, на камеру. Но, тем не менее, если мы пишем с рук или со штатива, то качество картинки мы получаем очень хорошее. На фронтальную камеру телефон пишет в Full HD. Но качество изображения тоже получается вполне себе достойное. Также стабилизации нету. Поэтому все толчки передаются на камеру. Вот такую картиночку мы видим на улице. И такое качество звука. Ну и как вы смогли убедиться, снимки получаются очень красочные и шикарные. Особенно на экране телефона Super AMOLED смотреть на эти яркие снимки одно удовольствие. Ну и на экране ноутбук или компьютер они тоже не теряются. Мы видим минимальное количество шумов, смазов и так далее. Очень хорошая работа здесь. Очень хороший модуль здесь от Samsung. По-моему, GM1 основной. И оптимизация проведена действительно на очень высоком уровне. Классно фотографирует и снимает видео этот телефончик. Очень понравилась батарейка. Как уже говорил, здесь 4000 мА. И она позволяет телефону жить смело двое суток при использовании экрана. Где-то вот, ну вот как я, на 50-60%. Не на максимальной яркости. Но это при условии, что вы используете соцсети, интернет, фотографируете. Ну и минимум игрушек. Потому что игрушки, к сожалению, высасывают соки с ужасающей скоростью. И тот же PUBG, поиграв час, уже не было у меня порядка 20% заряда аккумулятора. Поэтому, игроманы, будьте готовы сидеть у зарядки, либо же использовать пауэрбанк. Что порадовало, здесь есть индикатор пропущенных вызовов и событий. Это очень классная фишечка. Вот здесь вот он сверху находится, рядом с камерой. Поэтому вы не пропустите звоночки, важные смс-очки и сообщения. Это действительно очень классно, что есть такая штука в недорогом телефоне. Ну и, собственно говоря, давайте резюмировать. На текущий момент времени этот телефон, как уже сказал, стоит 10 тысяч рублей. И он стоит каждого рубля. Особенно, если вы присматривались к Meizu 16XS или 16X, которые стоят гораздо дороже. 13, 14, а то и 16 тысяч рублей просят за этот телефон. Этот телефон является, ну, один в один клоном. То есть, ну, вплоть до миллиметров. Это тот же самый телефон. Поэтому, если вы еще присматриваетесь к Meizu, не нужно, присмотритесь к Vsmart. Да, там вы получаете оболочку фирменную Flyme, но не всем она нужна. Голый Android работает очень быстро, очень экономно. И он оптимизирован идеально под этот телефон. В общем и целом, телефон получился не без недостатков, о которых я уже рассказал в начале видео. Но, тем не менее, он действительно стоит того. Ну что ж, друзья, если вы хотите приобрести этот телефон, естественно, как обычно, ссылочки будут в описании. Ну, а с вас лайк, если видео понравилось, подписка на канал, если еще не подписаны. А я буду с вами прощаться. С вами был Айс. Всем пока.